Югра первая в стране заключила соглашение о сотрудничестве с фондом реформирования ЖКХ. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума. Согласно ему, государственная корпорация окажет нашему региону поддержку в сокращении непригодного жилья. В свою очередь, это позволит увеличить объем ввода нового жилого фонда, а также создать безопасные и благоприятные условия для проживания югорчан. Отмечу, соглашение, подписанное губернатором Югры Натальей Комаровой и генеральным директором фонда Константином Цицыным, будет действовать до конца 2023 года. В Нижневартовске приступили к гарантийному ремонту дороги. Столица Самотлора, наряду с Хангмансийском и Сургутом, участвуют в федеральном проекте «Безопасные качественные дороги». За два года отремонтировали более 30 участков дорог. Срок гарантии по ним 4 года. Нынешний ремонт проводят по результатам комиссионной проверки, которая прошла весной. Основные претензии к разметке и бордюрному камню. По асфальтобетонному покрытию замечаний нет. Исключение улица Омская, где будут также устранять дефекты. Большой участок по улице Дзержинского отремонтировали в прошлом году. Сейчас подрядчик обновляет здесь дорожную разметку. Не все в добровольном порядке готовы их устранять. С кем-то мы судимся. Но вот с НВДС составили необходимые документы, подписаны акты об устранении. Определены сроки. Вот, там, по-моему, до конца июня месяца подрядчик обязуется вот эти вопросы проблемные снять. Команда России стала победителем Кубка Континента по слэдж-хоккею. В сборной играли шестеро югорчан. Финальные матчи состоялись с 5 июня. Третье место заняли спортсмены из Словакии. А в борьбе за первое и второе сошлись две команды из России. В сборной серебряных призеров также играли двое югорских спортсменов. Лучшим нападающим турнира стал Николай Терентьев из Югры. Напомню, Кубок Континента проходил в Сочи с 1 по 5 июня. В турнире принимали участие сборные Казахстана, Словакии и России. Сейчас наша команда готовится к чемпионату мира. А с 19 по 26 июня российские слэдж-хоккеисты будут бороться за право участия в Паралимпиаде в Пекине. Наталья Комарова хоть сейчас готова сдать ЕГЭ по русскому языку. Об этом глава региона сообщила в своем инстаграме. 6 июня, в день рождения Пушкина, когда в нашей стране отмечается еще и день русского языка, губернатор прошла тест в специальной программе РИА Новости. И получила высокую оценку «Признайтесь, готовились к сдаче нашего теста с репетиторами». Для желающих также проверить свои знания, губернатор разместила ссылку на тест в шапке профиля. Число погибших в автоаварии в Нижневартовске, где машина врезалась в остановку, остается неизменным. Ранее появившиеся сообщения о смерти еще одного пострадавшего не подтвердились. Напомним, в субботу вечером на улице Заводской автомобиль «Лада» вылетел с проезжей части и вырезался в остановку общественного транспорта. Один человек скончался на месте, второй в тяжелом состоянии, находится в больнице. Водитель скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию. Тогда же в субботу в городе произошло еще одно ДТП с летальным исходом. Водитель «Киа» не пережил столкновение с внедорожником. Больше 90 вартовчан получили штраф из-за игнорирования требования по сдаче ПЦР-тестов после возвращения из-за границы. Такие данные за последние полгода приводит Роспотребнадзор. Всего с 1 января из-за границы вернулись почти 1200 жителей Нижневартовска. По постановлению главного санитарного врача, граждане, приезжающие за рубежа, обязаны дважды сдать анализ на ковид и разместить результаты на госуслугах. Первый в течение трех дней после приезда, второй не ранее суток после первого теста. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.